здравствуйте друзья меня зовут александр паснова и я рада приветствовать вас на канале закоренела цветочник сегодня у нас очередное видео из так влюбившийся вам серии пересадок я понимаю в принципе почему вам это нравится даже смотреть на огонь и воду чужую работу можно бесконечно особенно если другой человек ковыряется в земле а вы лежите на диванчике с любимым ютубом и наслаждаетесь процессом хотя я знаю после таких видео у вас начинается творческий зуд и желание рыться в земле и это прекрасно поскольку на мой взгляд особо медитативное состояние когда можно поковыряться в земле и отключиться от всех мыслей и так у меня сейчас на пересадку 6 растений вот эти вот пять растений куплены у нас пахи фитум я пересадила потому что это было зрелище не для слабонервных очень ломучий цветок поэтому пересадила без съемок и вот эту дра цену нам передали этот же клиент попросил пересадить поскольку стоит она в офисе в нее выливали кофе и чая на подзалитые там летят мошки попросила снимать меня мою любимую маму который сказал ты что тут собираешься на 2 часов ночи пересаживать время двадцать два девятнадцать я все-таки надеюсь что я уложусь за час максимум полтора в тоже здраценно вот этой придется повозиться это я буду пересаживать быстро и так так как у меня сегодня последняя съемка мне еще предстоит снимать вам видео вопрос-ответ снимаю заранее и потом они выходят по мере распределения мной в графике так что сегодня я еще буду пикировать свои помидорчики и отвечать на ваши вопросы это будет видео от 21 апреля и так начнем с самого простого на мой взгляд сейчас я возьму себе еще наверное нет ничего не возьму мир мне было сказано нет возьму лейку чтобы не бегать уже все полностью себе приготовлю они у нас рулит процессом рассказывать не что в какие горшки сажать бывает такое зависит от того что передают вот эти горшки передали нам клиенты под драться ему на ставки поэтому в каких горшках они сидеть будут я не очень представляю и так мир ставим совсем чуть-чуть дренажа прям маленькую малость покажу вам просто для того чтобы чуть-чуть сократить объем горшка буду делать перевалку пока стоял стал пересадки чуточку подсох сейчас я его как следует пролью будет ему счастье не буду тревожить хорошая плотная корневая система не вижу смысла ее тормошить просто так сверху то что обтряхивается уберу ну и собственно все между можно сказать посажем ровно вам по центру сейчас я его очень очень обильно полью поскольку мир у нас сильно пьющие растения самое главное там его не засушивать ну и конечно же отслеживать на наличие а лучше на отсутствие вредителей чтобы вовремя его пролечить драться на вот эту нам передали скальдра цены абсолютно ужасном состоянии ну честно говоря ничего ужасного я в ней не вижу хорошенько просто нужно немножко почистить видите даже мама закоренела цветочника не верит то что я умею быстро придется мне пойти сейчас на рекорд и показать что я умею быстро работать тем более что в тот день когда снимаю видео мне уезжать уже завтра рано в другой город и перед тем как уехать другой город мне нужно сделать кучу всяких разных дел в том числе поснимать видео сборки свадебного букета для моей любимой старшей дочери поэтому времени у меня не очень много все мир готов спрямого много-много поливать только пока он пьет я займусь циндапсусом циндапсус меня просили посадить вот такой зеленый горшочек то у нас циндапсус аргиреус очень красивый с изумрудными листьями с кашком будет гармонировать тоже по глубине примерим примеряем горшок дренаж я использую не потому что кашпо потому что нужно немножечко убрать объем собственно готов значит как мы пересаживаем стендапс растения вьющиеся обминаем аккуратно горшок вытаскиваем растение смотрим тоже хорошая корневая система добавок земли особо никаких нет поэтому здесь в принципе для того чтобы он не развалился ему было комфортно максимально быстро прижился мы сделаем ему тоже перевалку не вижу смысла убирать то в чем он сидит все прям мокрая мокрая земля то что собственно мирту и нужно марчусь мокрая мокрая он макрая макрая землю приминаем для того чтобы была плотность прокалывать не надо меня там под одним видео спросили прокалывать землю не нужно и поливать нужно обильно для того чтобы растение максимально быстро и хорошо прижилось есть правило которое абсолютно для всех растений подходят и при таких способах пересадки они максимально быстро приживаются и хорошо себя чувствует если мы землю плотно не утрамбуем то когда мы польем у нас будут дырки потому что там остался воздух земля просать просядет после полива и оголится корневая система что тоже не очень хорошо для цветка ну вот собственно будет это выглядеть примерно вот так так что у нас тут все запуталось такой веселый зеленый красавчик распушиться и будет совсем совсем красиво очень гармонирует цвет листа цветом горшка так обильно его поливать не буду как мир потому что сама земля у него влажная ему столько воды не требуется так начнем с драться смотрим совсем не может буквально тоже два сантиметра на дно горшка сыпем а 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 малышку отложим корневая система оказалась меньше чем я рассчитывала сейчас посмотрим это другую драться для нее подойдет да так и есть в туму насыпем чуть побольше дренажа и 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 Продолжение следует... Ну и заодно, когда мы приминаем, мы смотрим сразу, где мы не досыпали земли, потому что в этом месте земля легко уходит вниз, когда она вся одинаковая по уровню. Вот именно таким приминанием можно посмотреть, равномерно ли мы распределили землю в горшке. Продолжение следует... Ну и драценно-корневая система. Достаточно длинная, считается, что лучше сажать их в горшки повыше, то есть где высота чуть больше диаметра. Ну, кстати, вот после полива сразу видно, не надо ли подсыпать еще немножечко земли. Если земля просела и оголились корешки. Потому что сильно заглублять крайне нежелательно. Может начать гнить ствол, но все-таки корневую систему лучше закрыть. Так... 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 Так, детки, я вам желаю, чтобы вас не выливали чай-кофе, чтобы компания, в которой вы будете расти, процветала вместе с вами, и чтобы сотрудники все-таки более бережно относились к имуществу компании. Тем более, что владельцы явно хотят хорошего микроклимата, раз они озеленяют офис, где работают их сотрудники. Так... Так... Мой микрофон пожевал отцепиться. Сейчас я его перецеплю. Теперь ты пришла помогать мне, малыш? Девочка моя... Девочка моя пришла мне помогать? Моя ты сладенькая... Так... Я, пожалуй, сейчас помою руки, потому что мне предстоит еще брать новый горшок. Ну, не могу сказать, что я иду на рекорд, но прошла всего 21 минута. У меня уже присажено 4 растения, 2 из которых большие. Так... Так... Такой горшок из икеи, очень прикольный. По цвету написано «Фаянс». Выглядит очень стильно. Красотка шифлера. Немножечко обомнем горшок, чтобы корни вышли легко. Тоже смотрите, друзья, очень хорошая у нее корневая система. Видите, прямо она по форме горшка. Не буду я ее травмировать. Сейчас аккуратно уберу верх. По максимуму не составлю. Немножечко обомнилась. Немножечко обомнилась. Ну, пока нет. Ты пить хотела? Ну, извини. Если бабушка чуть камеру уберет, чтобы тебя не снять, приходи. Смотрите. 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 «Фаянс» Смотрите. 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 «Фаянс» Смотрите. 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 Немножечко подавляет детей. Или уже просто родители устают дрючить так старших, что, на-вторых, у них сил не остается. Поделитесь со мной в комментариях. Мне очень интересно, как это происходит у других людей. «Люш, тебе тоже уже давно пора спать». «Да». Птицы приличные. «Да». «Да?» «Не поют по ночам». «Они спят». и карту ваша не что прочим видите у нас тут полный раздрай абсолютно ночная семья все живут исключительно после обеда начинается жизнь активная петь орать ходить топать цветы сажать а так ну вот собственно 22 45 за 26 минут и присадил 5 растений три из которых больше метра высотой я считаю что это мой личный рекорд может быть и нет просто раньше я не засекала время сейчас я еще разок по мой руки и приступлю к той драться не пока у меня шифлера бьет итак сейчас предстоит не самый простой им работы потому что если честно она не подъемная пока у меня чистые руки итак очень-очень-очень-очень тяжелая ой божечки мои драться на нас видите какая все буду убирать аккуратно такие погибшие листья в принципе в целом не знаю то что она залитая не знаю то что она растет в офисе как бы там выливают в нее чай кофе не самый полезный для растений напитки тем не менее видите у нее все кончики живые абсолютно нет никакого сухостоя стричь ничего не нужно то есть в принципе красотка сейчас только уберу то что можно было сделать то что мог сделал точнее человек который ответственный за уход за цветами что он а но так и а он и и и и и что 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 ну что что такое что что рюша ну что чего ты хочешь мне рассказать а 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 господи она прекрасно просто что я могу сказать даже даже она не очень грязная хорошо ну вот собственно и все видите не так много листьев которые требовалось убрать причем нам говорили что она в ужасном в ужасном состоянии не вижу я абсолютно никакого ужасного состояния вообще ничего почему люди наговаривают на цветы что вообще за манера такая все кто мне говоришь у них ужасные цветы я приезжаю там цехи просто прекраснейшая да залита она знатно ой 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 тут прям фу такое ощущение что не только чай кофе выливали но еще и ходили в туалет под нее друзья это ужасно посмотрите что творится прям воняет тухлятины невыносимо фу сейчас буду звать мужа на помощь Жень приди пожалуйста я не дотащу этот горшок до помойки а его надо нести целиком смотрите какой здесь Жень мне надо вот это вот болото выкинуть куда-нибудь я его не дотащу прям вытряхнуть целиком куда-нибудь на улицу пожалуйста оно неподъемное давайте мы прервемся фу как пахнет итак друзья это вот хорошо вот в этот раз хорошо что не передает камер запахи потому что пахнет это так что сейчас нам придется проветривать весь дом ну просто невыносимо Женя добрая душа полоснул горшок горшок как вы видите очень большой просто неимоверно он большой для этой драцены поэтому сейчас будет много дренажа пол горшка потому что иначе это невыносимо перчатки я надела потому что я не могу вот в этом вот аромате ковыряться руками воняет да это не у нас тут это у вас тут ну видите она очень хотела жить несмотря на такое отношение она решила выжить всем врагам назло вот и мошки почвенные завтра в магазине если не забуду возьму гром 2 если забуду перед этим клиентам скажем как можно воспользоваться ну запах конечно фух это страшное что-то с чем-то бедолага сейчас сейчас мы тебе все это уберем фу прям фу-фу-фу не пойму даже что это так корни сгнили да похоже что да нет наверное мам я все-таки воспользуюсь твоим советом хоть ты мне говорил это про горшок могу я ее оставить в таком состоянии сейчас я приду с ведром с водой сделаю над собой усилия и так я налила в воду зеленого мыла просто для того чтобы отбить запах потому что она пахнет хозяйственным мылом ну вот то что пахнет здесь это просто что-то с чем-то все попытаюсь это по максимуму смыть вот эту всю гниль ну и плюс она все-таки как мыльца но пенится руками это все до конца не удалось убрать кажется такая прекрасная драцена заслуживает лучшего к себе отношения причем мне даже не кажется я в этом абсолютно уверена все-таки надеюсь возьмут это дело на контроль переставит ее в другое место или просто сделают внушение и там и и и и и Все, она уже перестала так вонять жутко. Такое ощущение, что у нее вот эти вот уже сгнили стволы нижние, но она так хочет жить, что она надавала корешков и цепляется за жизнь из всех сил. Так. Так, ну что, дружок, пирожок. А по центру нет? Ну вот так, как я, что-то. Мам, все так ровно. Ровно? Желаю лично тебе, детка, здоровья, чтобы больше на тобой так не издевались, мой хороший. Ты такая красивая, такая ты умница. Чтобы тебе все было хорошо. Друзья, первое растение, которое мне после пересадки просто жалко поливать, потому что вы видели, что там было. У меня прям рука на нее не поднимается. Но, тем не менее, полить ее надо, поскольку нужно, чтобы корни немножечко облепились у нас землей. И у нее были силы укорениться заново, поскольку мы все убрали, и очень было много гнили. Полью тебя совсем чуть-чуть. Все. Так, друзья, 23.10 я уложилась меньше, чем за час. Спасибо моей маме огромное за терпение, потому что она очень хочет спать. Но, видите, я припахиваю всех, кто пробегает мимо. Итак, помним, что любовь и забота нужна всем нам. И растение не исключение. Но сильно заботьтесь, мы можем залюбить насмерть. И пренебрегая полностью, ситуация будет такая же. Поэтому любите свои растения, но в меру. Если вы не хотите пересаживать сами, зовите меня. Москва, область, я выезжаю. Иногда бываю в других городах. Пишу об этом в сообществе, можете позвать, я вам тоже пересажу растения. И что могу сказать? Занимайтесь, любите друг друга, жизнь, цветы. Радуйтесь каждому дню. Ведь неизвестно, сколько нам их отведено. Надеюсь, это видео было вам интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. И до новых встреч!